привет youtube привет поговорим сегодня о подушках значит как видно уже они тут пользуюсь ими ремонтировал дверку и пришла идея значит неудобно с ними работать там разные зазоры расстояния подушка надувается но допустим не достает и пришлось вот так брать лобзик напиливать из dsp вот кусочки подбирать по толщине там 20 миллиметров здесь набирать и это все не очень удобно вот мало того что вот вот это расстояние там на всех дверях разная вот неудобно подсовывать опять же надо в какое-то допустим вот в это место надавить там или вот в это место надавить они выскакивают ну и так далее приходилось скреплять там скотчем вот ну и как бы лень двигатель прогресса из этого вывод решил я наделать себе подкладушек как бы универсальных под подушки и поступил вот таким образом вот такая идея возникла это разновидность пенопласта называется пена полиуретан он такой довольно жесткий вот из кусочков нарезал значит тут у нас получается что вот этот который пониже это 50 миллиметров у него высота здесь 30 ну вот такой вот вариант но есть тут еще один минус значит как-то надо все это скреплять скреплять там скотчем и прочее можно да допустим если необходимо съесть вот это можно там взять скотчем малярским он взять это дело скрепить сейчас покажу получается вот такой вариант ложим подушку подсовываем но опять же это все по необходимости в разных местах по-разному вот у нас 8 сантиметров запаса есть но помимо этого надо как бы к этому каким-то образом прикреплять и подушку вот и я попробовал ганут камеру велосипедную бушную ну и что-то типа такого вот чтобы выставлять было удобнее но опять же это надо скрепить чтоб она была колечком одевать вот так как-то и все ну вывод какой напрашивается вот идея такая взять вот такой ширины есть типа резинки от трусов ну или не знаю и вот так же как скотчем там одно место здесь одно здесь чтобы это было все единым целым почему потому что как говорится для удобства работы это все то вылазит то не подлазит вот таким образом у кого какие идеи прошу высказываться но как бы с подушками кто работал понимают о чем я говорю что неудобство когда вот так это все в разброс а тебе надо куда-то допустим вот в этом место выставиться приличные неудобства создаются поэтому как-то надо все это закреплять по-хорошему конечно если это все вот можно целиком вставить допустим где-то в крыло варку куда-то надо подставить набрать нужную высоту чтобы подушка работала эффективно вот такие уже не снять ну вот таким вот образом вот это вот резинка которая растягивается это вот липучка ее ответка вместо вот этих вот серебристых штучек это бронелента я это сошью и пришел сюда броне ленточку и вот таким образом я думаю гораздо легче и приятнее будет где-то ее подставлять будет удобнее не будет все это соскакивать выскакивать тем более с запасом если надо допустим подложить будет еще вот такой слой что эти липучки позволят растянуть вот так вот примерно будет так что осталось зайти в мастерскую шутка мне эти липучки по пришивали но вот эти вот мои заготовочки разные поскольку допустим здесь будет немножко по другому липучка располагаться вот такая вот идея возникла как говорится еще раз лень двигатель прогресса чтобы более удобно работать вот такая маленькая я думаю будет полезняшка для удобства работы пускать видео в половинском виде вот сходил в мастерскую мне тут пошили то что мне надо вот что в итоге получилось вот она липучка таким образом она клеится сейчас покажу как получилось вот таким макаром все уже это как-то более-менее удобоваримо находится я понимаю что берем и накачиваем и тем не менее эти липучки держат почему потому что растягивается вот эта эластичная часть принципе вот уже подушка надулась как мы видим единственно тут опять же я сделал небольшой запас вот здесь если допустим подкладушек надо больше подкладывать ну и опять же одни есть длинные у меня и на маленькие подушечки поменьше ну я думаю уже из этого стало все понятно то есть липучка это не соскакивает потому что еще раз повторюсь у нас растягивается вот это вот эластичная часть резинки от трусов так что вот такая вот маленькая прибуда и высота и сейчас скажу сколько получается ну высоту получается где-то 12 сантиметров а это уже прыгать также вот такая вот маленькая для ленивых кто не хочет мучиться с подкладушками они то выскакивают то подскакивают вот такая вот как говорится лень двигатель прогресса вот помучившись вот там предыдущие есть видео с дверкой вот с этими подкладушками вот такая вот ухлама всех этих выводов вот эти резинки они можно скреплять допустим под меньшее количество набора допустим вот под маленький передвигаем сюда либо под большой ставим большие резинки вот и все в принципе конечно жалко что когда я работал с дверью ковырялся там учился с этими подкладушками было неудобно работать почему я и как говорится вот пришел к такому выводу что надо как-то это все закрепить прикрепить потому что очень неудобно было ну и второй момент вот это вот все резинки покупка хождение зашел мастерскую по пошиву все это обошлось в 200 рублей если бы я раньше перед ремонтом этой дверки еще раз повторюсь там видео предыдущее есть это все работало намного эффективнее конечно не совсем удачно здесь надо более правильно правильную форму подобрать для того чтобы подушка более правильно стояла вот эти зазоры они как бы не нужны при расширении но это уже как говорится ходовые испытания покажут как там что доработать так не так но во всяком случае вот удобство использования и подкладывать куда-то намного выше стала и меньше на это будет времени уходить так что вот так 200 рублей я считаю небольшие деньги а удобство этого стоит ну вот на этом пожалуй и все